Добрый день! Если вы всерьез изучаете буддизм или древнюю Индию, то я приглашаю вас на серьезно большой годовой курс изучения языка Пали. Как правило, людей, которые изучают язык Пали, можно разделить на две категории. Либо эти люди всерьез изучают буддизм, и даже если вы придерживаетесь другой школы буддизма, не Тхировады, не Хинаяны, то, тем не менее, все равно многие первоисточники по раннему буддизму составлены и дошли до нас именно на языке Пали. Соответственно, чтобы прикоснуться к словам самого Будды, другой язык нам не подойдет, только Пали. И другие люди, изучающие Пали, это люди, которые всерьез изучают древнюю Индию. Как правило, эти люди уже изучили Сан-Ривид, но им недостаточно однобокого брахманического индуистского взгляда на древнюю Индию. Они хотят более объемного, многомерного, и буддизм, тексты канона Палийского нам именно это и предлагают. Потому что все тексты индуизма – это тексты индуизма, да, то есть это брахманический взгляд на древнюю Индию, но жизнь в древней Индии, повседневная жизнь, она была не совсем такая, не на 100% такая, как нам ее рисуют брахманы. Вот, у нас будет курс, состоящий из 37 занятий, и он будет основан на учебнике Баланго Дананда Майтре Тхеро, монаха, собственно, традиции Тхеровада. Я выбрал именно этот учебник, потому что если сравнить его с другими учебниками, то какие у нас есть варианты? У нас есть учебник Гейера, но там всего 12 уроков, хоть там все излагается, все, что надо. Тем не менее, минусом этого учебника является, собственно, то, что там всего 12 уроков, и то, что там прямо с самого начала даются цитаты из первоисточников, то есть там все задания – это цитаты из первоисточников. С одной стороны, это, конечно, хорошо и полезно, и интересно. С другой стороны, для изучающих с полного нуля данный учебник, я считаю, плохо подходит, потому что прямо сразу читать первоисточники из первого занятия, и за 12 занятий выучить весь учебник, но это всерьез так язык не выучишь. И другой учебник, который у нас есть тоже переведенный на русский язык – учебник Десильва, там наоборот, там 32 уже урока, он хорош для совсем новичков, но он не доводит до чтения в оригинале первоисточников, потому что там все задания – это перевод либо с пали на русский, либо с русского на пали, и вплоть до последнего урока – это все предложения, придуманные самим автором, то есть там вообще нет чтения первоисточников. Вот, поэтому я выбрал именно учебник «Бланго да нанда Майтрейд Херо» и перевел его сам с английского языка на русский, потому что в этом учебнике 36 уроков, и там, да, там первые уроки тоже очень легкие, и тоже простейшие предложения, перевод тоже в обе стороны с пали на русского, с русский на пали, но начиная с 26 урока там предложения уже усложняются, и для перевода предлагаются уже предложения, не которые сам автор составил, а которые являются цитатами из канона. Соответственно, как вы видите, последние 10 уроков этого учебника – это чтение именно текстов из канона, полийского, то есть как раз-таки вот этот учебник, выбранный мною, он и позволяет с полнейшего нуля дойти до чтения в оригинале первоисточников. Поэтому мы будем заниматься именно по этому учебнику. Я его перевел на русский язык, и я вам вышлю его в формате PDF, этот учебник, вы захотите, можете его распечатать. Вот, и также я подготовил рабочий тирать, чтобы было проще выполнять домашние задания. Я вам тоже буду его высылать в формате PDF, ну, просто так проще заполнять, то есть понятно, что задание можно выполнять в любой тетради, но когда у вас уже все распечатано есть, осталось только заполнить. Не надо переписывать задание, да, потому что это типичная проблема, что зачастую ошибки возникают при невнимательном переписывании. Ну, соответственно, чтобы облегчать выполнение заданий, я ко всем своим курсам делаю отдельную рабочую тетрадь. Вот, то есть если вы хотите начать читать в оригинале слова Будды уже в мае 2025 года, то я приглашаю вас на этот курс. Он будет длиться со 2 сентября 2024 года. Занятие будет проходить по понедельникам, в 19.00 по московскому времени на специальном сайте. И после всякого занятия я вам буду высылать ссылку на его запись, закрытую запись на YouTube. Вот так мы будем заниматься каждый понедельник, ну, там, с одним перерывом, только на Новый год. И так к середине мая 2025 года мы полностью пройдем этот учебник, и вы научитесь читать в оригинале слова Будды и прочие тексты палийского канона. Есть два варианта участия в плане продолжительности и два варианта участия в плане глубины погружения. Вот, то есть вы можете записаться сначала прям сразу, на 37 занятий, или вы можете записаться сначала только на первые 12 занятий. За эти 12 занятий вы освоите глагольную систему, ну, почти всю языка пали, времена наклонения, и также использование существительных, прилагательных местоимений в именингном падеже, то есть, ну, составлять простенькие и переводить простенькие предложения вы уже научитесь. Ну, и, соответственно, дальше уже после 12 занятия в декабре 2024 года вы можете принять решение, хотите вы продолжить и оплатить оставшуюся часть суммы. Вот, то есть, есть вариант участия сразу на весь год или сначала только до декабря. Вот, и также есть вариант с проверкой и без проверки ваших домашних заданий. То есть, ну, как полной базой версии это называют. Если полная версия, то я буду присланы вами вовремя сделанные задания проверять на занятиях, то есть вы присылаете задания, и всякое занятие у нас начинается с полной проверки заданий прошлого урока. Вот, если вы вовремя пришлете и вы участвуете в полной версии, то именно присланы сделанные вами задания я и буду проверять. Вот, если вы выбираете участие в базовой версии, то задания у вас такие же, просто вы будете сверять, как вы сделали задания с тем, что я проверяю на слайдах во время презентации. Мы будем работать только с латиницей. То есть, я пытался сделать вариант этого курса, где все тексты на Пале были в письменности Брахме, но по факту это не очень востребовано оказалось, и это справедливо. Все-таки письменность Брахме, она не является таким стандартом для языка Пале, как Деванагрия, письменность Деванагрия является стандартом для Сандрита и Хинди. Вот, поэтому, де-факто, стандартом изучения Пале является использование латиницы, и все задания у нас будут в латинице. Вот, соответственно, такой курс нас ждет. Если вы хотите посвятить этот год, эту осень, зиму и весну, изучение слов Будды, изучение языка Будды, чтобы потом вы уже могли самостоятельно читать в оригинале тексты, то есть, в частности, интерес представляет первая проповедь Будды в Оленин парке, «Четыре благородные истины», «Восьмеречный путь», то есть все это можно прочитать в оригинале. И я думаю, что мы сделаем курс чтения дальше в оригинале первоисточников в мае 2025 года, точно так же, как в прошлом году у нас был курс Андрея Персидского языка, и, закончив его, мы дальше уже весной этого года читали в оригинале надпись, бехисунскую надпись «Шаха Дарья», или точно так же, как сейчас у нас заканчивается курс по учебнику к чергиной, и мы уже начали занятие по чтению в оригинале с самого начала Махабхараты, точно так же мы сделаем занятие, я предполагаю, в мае 2025 года по чтению в оригинале первоисточников на языке Пали, все эти тексты в интернете есть, проверенные, выверенные, критические, проверенные, ими можно пользоваться, их можно читать, и этим мы и будем заниматься. Соответственно, переходите по ссылке, выбирайте ваш вариант участия, полный или базовый, то есть проверки или без проверки ваших заданий, сразу на весь курс или сначала только на первые 12 занятий, выбирайте ваш вариант участия, оплатите, найдите меня в социальных сетях, напишите, когда и как вы оплатили, и мы начнем наше занятие 2 сентября, но вы можете начать занятие уже сейчас, потому что я уже проводил занятие по этому учебнику, у меня уже есть записи первых занятий, соответственно, грубо говоря, вы прямо сегодня записывайтесь, оплачивайте, пишите мне об этом в социальных сетях, я вам сразу высылаю PDF-файл с учебником, PDF-файл с началом рабочей тетради, с первыми уроками, и ссылку на запись первого занятия прошлого потока, вы распечатываете материалы, можете не распечатывать, можете их использовать в цифровом виде, смотрите запись первого занятия прошлого потока, по этой записи выполняете задание, присылаете задание мне, я вам в ответ высылаю запись второго занятия, по этой записи вы проверяете задание первого урока и делаете задание второго, и так вы можете, независимо от наших онлайн занятий, самостоятельно двигаться по учебнику, вот на собственно это не вместо это вместе то есть получается вы каждый урок можете дважды проходить один раз по записям если будете двигаться быстрее группы но уже со второго сентября 2024 года у нас уже начнутся онлайн занятия где вы еще раз можете по второму разу эти темы освоить и таким образом понять и глубже и объемнее вот так что вот такой курс у нас будет записывайтесь и начнем наше занятие 2 сентября на этом все до свидания